приветствую сегодня предлагаю поговорить не о рынке а о трейдерах потому что рынок существует да существует да сейчас там падает наверное все источники только об этом и говорят все пытаются предположить продлиться падение либо вот-вот уже как говорится развернет но напомню что именно трейдеры формируют финансовый результат потому что разные трейдеры на одном и том же рынке даже при одном и том же прогнозе если даже окажется верный этот прогноз получит абсолютно разные результаты и для трейдеров сейчас настала не самая легкая пора и именно о них мы сегодня с вами поговорим и я бы хотел бы даже для вас для вашей аудитории в том числе объявить некоторые социальный эксперимент с результатами которыми безусловно я поделюсь с вами в следующий раз ну а об этом эксперименте условиях ближе к концу видеоролика кстати говоря под видеороликом есть ссылка на авторский youtube канал где есть и прогнозы видение рынка оперативной скажем так поэтому если кому-то интересно про рынок здесь сейчас то welcome туда а также в комментариях в описании вы найдете ссылки на сети материалы которые я вам буду демонстрировать и первый из них это скриншот переписки с одним из авторов можете посмотреть который утверждает что сейчас в момент текущей волатильности в момент текущей ликвидности наоборот технический анализ стал работать намного эффективнее и он вообще в целом технический анализ является объективным моментом да это очень важно об этом мы поговорим ближе к концу но сейчас просто лафа для трейдеров потому что нету занудных боковиков есть продолжительные тенденции в этом месте я попрошу вас остановить видео на паузу и ответить в комментариях ваше мнение вы считаете что сейчас для трейдера стало золотое время и лафа или наоборот для обычных трейдеров ситуация стала хуже но мы с вами продолжим и я хочу показать вам первое так сказать комментарий это не то что комментарий а скриншот скриншот ликвидности это ликвидность график ликвидности который строится на базе бирже семьи валют фьючерса на валютную пару евро доллар на евро другими словами да и здесь взятым история за 2018 год ну то есть два года и мы с вами видим что красное это количество рыночных лимитных заявок на продажу зеленое это количество лимитных заявок на покупку которая фактически и определяет ликвидность стакане речь идет именно на ликвидность инструмента на бирже в частном случае на бирже семьи и мы видим что сейчас она находится на какой-то степени исторических минимумах конечно мы не видим все истории но исторических минимумах за последние два года даже в январе 2008 декабре 2018 года когда последний раз тоже трясло очень сильно не найти в ценном рынке в том числе ликвидность было больше чем это связывается это связывается ну с тем что как ми это вот объективный аргумент того и с этим невозможно спорить что участников рынка как минимум на бирже стало меньше потому что нету заявок стакане их стало меньше почему наверное кого-то там по вытряхивал наверное кто-то по испугался и это прямая причина и имеющиеся в волатильности то есть есть прямая корреляция между волатильностью инструментами и ликвидностью те кто торговал когда-то низколиквидными инструментами может увидеть да что достаточно большая крупная заявка в пустом стакане на биржевом рынке да могут устроить огромную волатильность причем на пустом месте здесь точно такая же ситуация я сварганил вот такой скриншот на котором там на заднем фоне до нарисован ликвидность smp 500 точно также красный и зеленый да и где можно посмотреть что в восемнадцатом году также были провалы с ликвидностью а сейчас опять урода на историческом минимуме находимся да а вот здесь стоит синее такое значение это индекс викс который отображает волатильность и вы можете обнаружить да что как только ликвидность снижается сразу же получается владеет ну или наоборот тут нету не так сказать поводыря все работает в этом ключе синхрон и теперь очень важный момент помните мы сами как-то разговаривали о том как торгует толпа даже в рамках этого этой передачи да и это было примерно в конце февраля я показывал различный ресурс и мы сами смотрели что на росте евро доллара увеличивается количество коротких позиций нападение евро доллар увеличится количество длинных позиций и эти данные строились на базе сервиса my fixbook.com который занимается мониторингом реальных торговых счетов и я вам покажу скриншот запись программы от 21 февраля где я также разбирал эту ситуацию и обращу ваше внимание именно на значение всего средств на базе которых строится вот эти вот самые данные а их на тот момент момент 21 февраля составляло 7 миллиардов долларов сейчас если мы с вами перейдем на ту же самую страничку ссылка будет в описании база сохраняется на 4 строится на основании 4 и 1 миллиарда долларов сша то есть сейчас спустя месяц до с 21 февраля 1 месяц плюс 1 неделя буду считать да куда-то уплыли 3 миллиарда долларов и это тоже своего рода данные которые можно верить и которые напрямую показывают то участников рынка стало меньше поэтому если кто-то считает из вас что действительно сейчас настала лафа для трейдеров скорее всего нет потому что когда наступает лафа для трейдеров трейдеры рынок не должны покидать они наоборот должны на этот рынок приходить они наоборот должны эти объемы наращивать увеличивать свои депозиты когда если утверждать что настала лафа для рынка почему тогда с по данным этого сайта исчезли депозиты она объемом на 3 миллиарда а это примерно на 40 процентов и помните вы сами смотрели графики евро доллара когда обращали внимание что на падающем рынке количество длинных позиций растет на растущем рынке количество коротких позиций растет мы это сами все анализировали но вот в последнее снижение почему-то количество длинных позиций не растет почему-то трейдеры не выкупают падающую евро наверное им страшно или им не на что выкупать эту падающую эту падающую евро отсюда я делаю вывод что в момент когда на рынке появляется дикая волатильность в момент когда на рынке снижается резко ликвидность в момент кризиса в момент паники никакой лафы для трейдеров в массе своей не наблюдается я не хочу сказать что сливают абсолютно все но сливает те системы и алгоритмы которые зарабатываем могут десятилетиями могут зарабатывать на рынке и как только появляется меняется параметр рынка такие как ликвидность волатильность эти торговые алгоритмы могут перестать работать и начать сливать эти торговые системы будь они ручные не ручные автоматические полуавтоматически все могут начать сливать и это просто рынок настолько изменился они трейдеры там это какой-то и это действительно испытание на прочность и я надеюсь что в это испытание пройдете но во всяком случае пострадайте в меньшей степени хотя знаете я со стороны своего опыта хочу сказать что я почти уверен что подавляющее большинство из моей аудитории терпит и переживает серьезные потери потому что но искать выдерживать наверное люди которых есть опыт выдерживает наверно люди которые примерно такие ситуации проходили все остальные либо теряют свои деньги да и боятся в этом признаться либо не знает что собственно говоря что происходит и куда деваться если у вас опыта мало и вы торгуете хотите торговать делать это минимальными объемом потому что но вероятность слить очень очень большая кстати говоря о вероятности слить мы с вами возьмем независимую да ну будем называть независимый сервис myfixbook.com и возьмем 10 топовых торговых систем которые торгуются здесь и я за ними не то чтобы наблюдая да но время от времени я смотрю за и за показателями которые они демонстрируют и здесь из 10 ну во первых я бы исключил бы первый и последний которые называются вот так и очевидно что это ну я не хочу обвинять да но что-то мне кажется что это счет который создан непосредственно брокером мы даже понимаем каким брокером он на базу как реальный с него ничего никогда не сводилось что немножечко настораживает относительно того что он реальный и в нем уж какая-то очень гладкая кривая я хочу намекнуть на то что здесь по ходу сам брокер подтирает отрицательные сделки чтобы оставаться в топе поэтому я вот это вот и моменты вычеркиваю да не будем смотреть на сами остается 8 8 истории и мы просто можно сами обратить внимание да что из 8 в минусах находится 1 2 3 4 5 5 из 8 есть большинство все таки все таки большинство причем если мы с вами будем просматривать их подробную статистику то у них у всех начинаются проблемы примерно с 3 марта то есть вот она до 11 7 февраля 27 февраля ну и так далее тогда примерно у всех начинается проблема в один и тот же момент и более того вы даже можете посмотреть помши то я не хочу демонстрировать помши то за которыми я наблюдая время от времени да потому что это будет своего рода реклама но давать это будет помши то рейтинг а маркет я не хочу сказать что там помши то плохие либо какие-то хорошие я просто хочу вам продемонстрирует очень интересный момент те счета который имеет самое длительное по времени историю имеет самые отрицательные результаты те счета которые имеют самую короткую историю торговли имеет самую большую доходность таким образом это беглый взгляд но я вас уверяю если вы заморочитесь я это делал данные если каждый из вас вы заморочитесь и разложите все по полочкам вы обнаружите что среди текущих панических настроений есть действительно счета и есть трейдеры которые демонстрируют ошеломительный финансовый результат но это скорее совпадение чем работы торговой тактики работы системы и работы трейдера самого потому что история этого торгового счета чаще всего не превышает половины года то есть я видел что в топ и папам счетам в топ и по всем мониторингом вырывается счета открытые в июне прошлого года в мае прошлого года осенью прошлого года просто им так повезло что они открылись в нужном направлении заработали огромные проценты причем вот за последние два месяца и вы нередко на будете будете натыкаться на историю что график вроде бы чуть-чуть ползет ползет а потом бац и за последние два месяца ошеломительные результаты с чем это связано конечно с тем что им повезло и они угадали направление текущего падения подавляющая большинство трейдеров такого не предполагала и для них для подавляющего большинства трейдеров все-таки это реально тяжелые времена иначе снижение по объемам my facebook.com не было бы ну а теперь непосредственно к первому вопросу который меня искать возмутил это о том что технический анализ объективен ну я не буду говорить о том что он работает сейчас или не работает больше или хуже да я уверен что он работает хуже просто потому что в стакане практически никого нет и мы это с вами видим и это объективно но вот технический анализ объективен он или нет утверждение что 10 из 10 и 9 из 10 трейдеров нарисую техническую картину правильно и один неправильно соответственно я хочу объявить некий такой социальный эксперимент вот здесь внизу вы видите мою персональную почту на своем канале я сделал примерно то же самое те кто готовы принять участие в этом социальной эксперименте пожалуйста напишите об этом на мою персональную почту после этого я составлю для всех для вас кто ответил мне на письмо до оставлю для вас 10 графиков разных инструментов разных таймфреймов разными свечками и так далее и так далее и отправлю 10 графиков вам ответом ваша задача просмотрев эти графики через какой-нибудь с принт-скрин да хоть в пейнте нарисуйте пожалуйста 5-7 фигур технической картины которые вы видите и уверяю вас это никакой не экзамен не думайте что это какой-то экзамен я не буду оценивать вас правильно вы рисуете флаги или неправильно цель у этого эксперимента совсем другая я хочу посмотреть будут ли 10 9 из 10 человек рисовать одну и ту же техническую картину не сговариваясь между собой забегая вперед хочу сказать что я примерно такой эксперимент проводил лет шесть назад и мне получилось что люди техническую картину одну и ту же одни и те же графики одни и те же свечки смотрят мы не то чтобы абсолютно по-разному да но у них четкого и единомышленного видения на самом деле нет и даже будет очень интересно если кто-то из вас будет смотреть волны а кто-то из вас будет смотреть флаги а кто-то двойные дно это ранее дно и так далее тогда безусловно если народу будет много соберется на этот эксперимент мы его проведем итоги обработать с ними поделюсь с вами на этом все не теряйте зарабатывайте держитесь как завещал нам медведи вы тут держитесь да